Игорь Палец отвечал на самый горячий вопрос, интересующий не только журналистов, но и общественность в целом. Неясное дело с освобождением Антона Давидченко вызвало много споров. Если бы от меня зависело, он бы не вышел из демы. Он бы сидел там столько, сколько поможем. Дали пять лет, он бы сидел пять лет, пока ситуация в стране не успокоится. Неуспокоимость бы добавили и сидел бы, пока не будет мира и порядка на улице. Но, возможно, когда он пошел на сделку со следствием, есть какие-то нюансы, о которых мы не знаем и которые позволили применить к нему условный приговор. Также губернатор отметил, что предположения о возможных провокациях во время грядущих праздников беспочвены. И начинать нужно бороться с теми, кто утверждает, что знает о готовящихся провокациях. Не обошлось и без упоминания Сергея Кивалова, с которым губернатор уже не первый месяц ведет информационную войну. Я хочу обратиться сейчас к тем людям в Приморском районе, которые собираются или гоносовали за этого человека. Этот человек собирался здесь сделать. Донецк и Луганск. ДНР и ЛНР. Я лично в себе, как человек, который родился в Украине, который живет в Украине, который болеет за Украину и хочет, чтобы Украина была богатой страной, не позволю и не могу себе позволить пропускать мимо такие вещи. Сто дней с момента назначения Игоря Палеца на должность губернатора Одесской области ознаменовались пикетом представители партии «Баткевщина» у стен облгосадминистрации с требованием приступить к исполнению закона алюстрации и с призывами выйти губернатора к людям для конструктивного диалога на эту тему. Если иллюстрировать, я бы предложил представителям «Баткевщины» начать, наверное, с самих себя. Вы знаете, когда вы ищете проблему в ком-то, как говорят, начните сначала сами с себя. Пролюстрируйте сами себя, а потом, когда вы поняли, что вы честный человек, пролюстрированный и организация, которую вы представляете, в ней уже не осталось больше, кого иллюстрировать, тогда давайте собираться и искать, кого еще пролюстрировать. Вот это мои принципы. Вспомнили и о Куяльнике. По словам губернатора, проектная документация сдана вовремя. Необходимые документы отправлены на экологическую и строительную экспертизу в Киев. Осталось получить результаты и объявить тендер на проведение работ. То, что зависит от меня дальше, помочь руководителю областного совета выбить эти деньги, 40 миллионов, или как будет по кошторостной документации, или по победителю тендера, на строительство трубы для запуска воды в Куяльник. Если вдруг у него не получится, тогда я помогу ему найти эти деньги. Вот это зависит от меня. Ответы на главные вопросы одесские журналисты получили. Но как будет строиться работа облгосадминистрации дальше, мы увидим в ближайшее время. Мишель Арманд, Евгений Очменцев, Думская ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова